Сегодня в Архангельске открывается международный арктический форум. Он соберет более полутора тысяч участников. Деловая программа стартует в САФУ. Откроет форум вице-премьер Дмитрий Рогозин. Глава государства Владимир Путин выступит на пленарном заседании во второй день форума. Основная тема запланированной дискуссии – повышение качества жизни населения регионов Арктической зоны. В рамках проведения международного форума в Архангельске вводится временное ограничение движения всех видов транспортных средств по набережной Северной Двины от улицы Гагарина до площади Профсоюзов, по улице Свободы от набережной до проспекта Троицкого, на таком же участке по улице Карла Липнихта. Ограничение действует до 22 часов 30 марта. Также возможно временное перекрытие движения при исследовании кортежей охраняемых лиц и официальных делегаций. Лечебные учреждения Архангельска вне форума будут работать в штатном режиме, хотя нагрузка на них потенциально возрастает. Медработники должны быть готовы к оказанию помощи в том числе и гостям саммита, если кому-то из них это понадобится. Перед организаторами здравоохранения стояла задача, чтобы все было сделано не в ущерб архангелогородцам. Мы ввели дополнительные бригады скорой помощи, которые будут оказывать медицинскую помощь приехавшим. Ну и, соответственно, полный наряд бригад скорой помощи, как обычно, будет оказывать медицинскую помощь нашему населению. Желаю всем участникам форума продуктивной работы, крепкого здоровья и особенно крепкого здоровья нашим дорогим горожанам. 8 апреля в Дворце детского и юношеского творчества пройдет благотворительная акция «Время добра». Северян ждет необычный концерт. В нем примут участие воспитанники коррекционных школ, интернатов и реабилитационных центров региона. Там же пройдет благотворительная ярмарка. Билеты можно приобрести в кассах дворца. Все собранные средства пойдут на творческое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз мы решили немного изменить формат и провести не просто концерт, в котором принимают участие дети с инвалидностью и коллективы Дворца детского и юношеского творчества, а еще провести благотворительную ярмарку. И на самом деле оказалось, что столько заинтересованных ребят, которые готовы предоставить свои работы, и настолько интересные получились работы, более 300 подделок, изделий всевозможных будут представлены на благотворительной ярмарке. И поэтому я думаю, что будет очень-очень интересно. Архангелогородцы смогут проверять качество алкогольной продукции прямо в магазинах. К службе «Росалкогольрегулирование» разработано специальное приложение для смартфонов и планшетов «Антиконтрафакт Алко». Она сканирует акцизную марку и показывает покупателю информацию об объеме, количестве градусов и производителе изделия. В случае, если полученная информация не совпадает с указанной на этикетке, покупатель сможет прямо через приложение написать жалобу в контролирующие органы. Данное приложение позволяет проверить информацию, внесенную на федеральные или акцизные марки, проверить легальность покупки, проверить легальность работы организации торговли, и также позволяет сообщить о нарушениях в режиме онлайн. В Архангельске началась подготовка к традиционной майской эстафете. В этом году она стартует 6 мая. Общая протяженность трассы составит 4566 метров. Трасса будет разбита на 11 этапов. Регистрация команд начнется 2 мая с 14 часов в холле конференц-зала администрации Архангельска. Это площадь Ленина, дом 5. Заявки для участия должны быть подписаны руководителем организации, заявляющим команду и заверены врачом. Сегодня в Архангельске по области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах Гололедица ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха до 6 градусов со знаком минус.